Вам когда-нибудь было интересно, что будет, если на первом свидании с девушкой поменяться с ней смартфонами? Судя по инстаграму, он веселый. Я вообще выбрала красивый, но хотел выбрать симпатичный, я не нашла. Она активная, умная, искренняя, коммуникабельная, интеллигентная, ответственная и, возможно, немного важная. И иметь доступ ко всем ее соцсетям, фотографиям и перепискам. Именно на этом построено новое шоу без пароля. В первом выпуске на свидание пришел программист и ведущая блога про секс. Интересно, что же парень может найти в ее телефоне? А узнать это можно по ссылке в описании. Мы делали пару сезонов, где я хороший парень, а он плохой парень. Но при этом мы здоровались грудью. Я убью тебя, я убью тебя, я убью тебя. И это было прекрасно. Да, но под лидерством женщины сегодня, я имею в виду, когда ты едешь в поезде полном женщин, например. Где сценаристы, актрисы, да вообще все, в принципе. И я не понимаю, как женщины могут здороваться грудью. Да, но зато я могу представить, как женщины говорят, я убью тебя, я убью тебя. И при этом тебе нужно будет сразу спрятаться. Да, это совершенно иное впечатление, чем когда-либо было. Наверное, это лучшее время моей жизни. Ну, знаешь, я не собирался тебя спрашивать про приветствие грудью. А вы ощущаете какие-то новые вибрации в этом сезоне, о котором Норман говорит? Да, абсолютно. Есть ощущение абсолютно чего-то нового. Мы нашли какой-то новый путь к выживанию. Ощущения самих себя иными, чем теми, какими мы были последние 9 сезонов. Мы стали какими-то более эволюционированными версиями себя, чем раньше. Да, мир изменился, и мы пытаемся соответствовать ему. Принимать его новые условия и его ресурсы. Мы даже ездим в музей специально, чтобы добыть какие-то первобытные орудия. Это очень интересно, мне кажется. И мне нравится открытие этих новых территорий для нас. Всякие приготовления тоже новые. Есть ощущение какого-то вестерна. Да, да, это действительно что-то похоже на такие колебания. Как будто это дикий запад. Анжела, вы действительно строили какой-то новый дикий вест? Это новый рубеж. Да, мне кажется, что мы пытаемся показать их пионерами здесь. Они пытаются подстроиться к этим новым условиям, тому месту, где они сейчас. Вы, например, видели в премьерном эпизоде, как они шли по стеклянному полу. И это было в музее американской истории. И они шли буквально над картой американской истории. И мы пытались каким-то образом так показать, как они эволюционировали над тем, что было раньше. Показать то, к чему они хотят прийти и то, что происходит на самом деле. Можем ли мы еще расширить нашу цивилизацию здесь? Как мы показываем, кто мы есть, где мы есть? Как мы попытаемся вернуться из мира мертвых? Также мы знаем, что это последний сезон для Эндрю Линкольна. Было много уже сказано. Мне, например, было интересно смотреть его на съемках, как он работает. Это невероятно подготовленный парень для своей работы. И знаете, что меня поразило? Что он во время всего этого много поет. Нет, не сказать, конечно, что он поет как мастер. Мне одному так кажется, Джеффри. Как тебя я понимаю? Да, он особый вид певца. Я обычно таких называю парней в желтых рубашках на игре. Но Энди, он реально особенный. Как он пытается войти в роль. Каким он бывает действительно раздражительным от этого. Буквально как злодей. Я пытаюсь иногда определить, потому что он поет, какое у него настроение. А какое у вас буквально-таки самое сумасшедшее воспоминание о нем? Я очень много видел у него. А как у тебя, Малисса? Кем для тебя останется в памяти Энди? Возможно, физически, возможно, эмоционально. Но он действительно красивый и очень любознательный для меня. Он может стоять на коленях, потом он резко встает. Да, это рука. Да, и в это время очень много шума. Окей, давай убьем эту свинью. Давай надерем задницу этой свиньи. Я имел в виду, снимем эту свинью. Ну, возвращаясь в четвертый сезон, у него действительно были свиньи. Норман, а что касается тебя, какие у тебя какие-то воспоминания о нем? Ну, он реально смешной. Мне кажется, у нас отличная фортуна для меня, Мелиссы. Еще когда мы пришли в первый сезон. Происходило так много всего безумного. И он всегда приезжал первым на съемки и последним их покидал. Он обязательно первым говорил всем новичкам привет. Он, Джеффри Ди Манн и Сара Уэйн Кейлис, Джон Берн Талл. Все они создали своего рода какой-то тон для этого шоу, который мы пытаемся до сих пор нести. И когда Джефф пришел сюда, я ему сказал, что мы здесь своего рода большая семья. Это ядро группы, оно действительно задает тон для всех здесь. И как бы это глупо не звучало, он тоже это делал всегда. Он мог шуметь, надирать задницу свиньям, а потом говорить, ну ладно, ладно, давайте начнем снова. Камон, ребята, давайте надерем задницу этим мудакам. Но та ядро группы, которая до сих пор есть еще здесь, оно все еще несет этот тон. Это не я один говорю, все, кто приходят или потом уходят с шоу, об этом говорят. Поэтому мы скучаем по нему. А мне всегда нравился Энди. Его интенсивность всегда была на 200%. И как бы там ни было, мы иногда снимаем боевые сцены, мы иногда бьем друг друга, и да, иногда это больно. Но Энди всегда делает это, потом спокойно говоря тебе «Привет». Он никогда не меняет тебе отношения из-за того, что вы там дрались на съемках. Никакая сцена никак не будет зависеть от того, как вы будете общаться. Массовая ли это драка. Или же ты будешь улыбаться кому-то в это время, засовывая ему нож в спину. Он всегда к этому будет относиться как к увлечению. Можно ошибиться, когда увидите его полностью в крови, а он такой «Привет». Да-да, он такой «Камера, я здесь». Да, уж сколько раз он меня бил. Он как маг везде. Да, Норман, ты говоришь, что вы задаете тон, и он там был буквально номером один. Очень долгое время. И сейчас его нет там. Как из-за этого изменился тон шоу? Ужасно. Но я должен сказать, намного-много лучше. Ну, я имею в виду, мы столько были вместе в одной команде. Мы столько пережили с помощью наших сценаристов. Создается ощущение, что он там все еще. Я не снимался так много каких-то иных шоу. Но ни в какой другой работе у меня не было подобного. Ну, ты знаешь, эти зомби, самурайские мечи, роднеки с арбалетами. Все эти штуки не играют для ощущения реальности. Они крутятся в какой-то иной реальности. И этот тон все еще там. Он никогда не исчезнет. Мы разговаривали очень много о Бенде. И мы должны это делать. Он это заслуживает. Но я сейчас, слушая Нормана, говоря еще так много этих прекрасных вещей, и Мелиссу, чувствую, как много все это значит для них, для людей, которые так долго здесь. И как Энди, или кто-то из них сейчас, если кто-то уйдет, мы абсолютно точно бы имели похожие разговоры. Это не только касается Энди. Да, он страннее, чем каждый из нас. Но сейчас, сидя перед ними, я могу сказать, что они великолепные лидеры. И поэтому этот тон абсолютно точно никогда не утеряется. Та увлеченность работой и съемками в шоу. Такого я не ощущал нигде и никогда. Это особое ощущение группы. И вы двое одни из них.